На Псалом 11. Начальнику хора на восьмиструнном Псалом Давида. «Спаси, Господи, ибо не стало праведного, ибо нет верных между сынами человеческими». Стихи 1-2, Псалом 11. Добродетели сама по себе трудна и неудобо исполнима, но особенно тогда, когда исполняющий ее находится среди малого числа людей добрых. Как путешествие бывает трудно, особенно тогда, когда путешественник один и не имеет никого своим спутником. Так точно и здесь. Действительно, немаловажное дело участие и утешение братьей. Поэтому и Павел говорил, «Будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам». Евреям 10-26. «Потому и древних праведников особенно нужно ублажать не только за то, что не совершали добродетели, но и за то, что совершали их при великом оскудении добродетелей, когда нигде не видно было добродетельных». Это выражает и Писание, когда говорит, «Ной был человек праведен и непорочный в роде своем». Бытие 6-9. Мы удивляемся Аврааму, Лоту, Моисею, потому что они были как бы звездами среди глубокой ночи, розами среди терней, овцами среди множества волков, шли по пути противоположному всем и не останавливались. Если в толпе это бывает трудно, и когда многие идут в противоположную сторону, то один идущий вопреки толпе встречает многочисленные затруднения. Если во время мореплавания, когда волны несутся в противоположную сторону, бывает трудно направлять корабль им навстречу, то тем более в добродетелях. Вот почему и этот праведник, шедший по пути добродетели, тогда как все другие шли по противоположному пути, прибегает к промышлению Божию и говорит, «Спаси меня, Господи!» Он выражает не что иное, как следующее, «Мне нужна высшая десница, небесная помощь, божественное содействие, потому что и я по пути противоположному всем, я имею нужду в великом промышлении». Не сказал, «Спаси меня, потому что нет преподобного», но ибо не стало праведных, выражая, что и те, которые были, погибли, так как стало господствовать зло и усилилась болезнь. От этого предостерегает и Павел, «Не знаете ли?» Он говорит, что «Малая закваска квасит все тесто». 1 Коринфянам 5.6. И еще, не обманывайтесь, худые сообщества развращают добрые нравы. 1 Коринфянам 15.33. Что значит «развращают»? Есть много истин, как между цветами и другими предметами. Одни суть истинные, а другие ложные. Например, есть пурпур настоящий и пурпур поддельный. Так же и в шафране, и в драгоценных камнях, и в ароматах, и других подобных вещах. Так точно и в добродетелях. Истина есть то, что действительно. Итак, истины извратились и помрачились не в том смысле, будто они повредились в самом существе своем, но в том, что отвергнуты людьми. Поэтому Он не только сказал «умолились истины», но, желая выразить именно это, присовокупил среди сынов человеческих. Смотри, есть украшения истинные, есть и ложные. Какое украшение истинное? Духовное. Какое ложное? Телесное. Есть богатство истинное и ложное. Ложность состоит в имуществе, а истинное в добрых делах. Есть и радость. Ложная и истинная. Так же и красота, и власть, и слава. Но многие из людей, оставив истины, гоняются за ложным. Как сам человек бывает истинным и ложным? Истинный тот, который живет и действует, а ложный тот, который изображен на картине. Так точно бывает и с добродетелями. Ложь говорит каждый своему ближнему. Усталь хивы говорят от сердца притворного. Стих 3, Солом 11. Другой переводчик говорит, сердце ином и ином глаголит. Пророк говорит о двух родах зла. О том, что они говорили суетное, и о том, что говорили ближнему. А под суетным, разумеет, или ложное, или излишнее и бесполезное. Тоже выражает и Павел, когда говорит, не говорите лжи друг другу. Солоссянам 3.9. И особенно тяжело то, что все развратились. Он не сказал, такой-то и такой-то, но все. Зло не было только снаружи, но и внутри. В сердце, в сердцах, или, как другой переводчик говорит, в сердце ином и ином, в сердце каждом, внушая, что в сердце их великая двуличность. Это хуже всяких врагов. Есть враги явные и открытые, которых легко можно остеречься. И есть враги, снаружи представляющие одно, а сами в себе содержащие другое, которых трудно уловить тем, на кого они нападают, и которые гораздо опаснее людей, носящих скрытно при себе мечи. Истребит Господь все усталь, стивые, язык высокомерный, тех, которые говорят, языком нашим пересилим, уста наши с нами, кто нам, Господин? Солом 11 стих 4 и 5. Другой переводчик говорит, будем владычествовать, уста наши при нас. Другой, с нами есть, кто нам, Господь? Другой, кто будет господствовать над нами? Видишь ли, как пророк печется и об них, не против них сказано это, а за них. Он не сказал, что они погибнут, но что зло истребится. Не сказал, истребит Господь их, но уста стивые. Здесь опять он желает, чтобы истреблено было не существо их, но язык, гордость, коварство, чтобы уничтожено было их высокомерие. И смеять над их безумием, говорит, уста наши при нас суть, кто нам, Господин? Слова свойственны беснующимся и сумасшедшим, потому и Павел, говоря вопреки им, внушает, выкуплены дорогою ценою. 1 Коринфянам 6,19,20 и повелевает жить не для себя самих. Римлянам 16,7 Эти уста, говорит, принадлежат не тебе, но Господу. Он сотворил их, Он устроил их, Он вдохнул в них жизнь. Но ты владеешь ими, не все то наше, чем мы владеем. Так мы владеем деньгами, которые другие поручили нам. Владеем землею, которые другие по наиву предоставили нам, так и уста. Бог дал тебе не для того, чтобы ты производил терния, но чтобы бросал полезные семена, чтобы распространял через них не тщеславие и коварство, но смиреномудрие, благословение и любовь. И глаза Он дал тебе, не для того, чтобы ты сладострастно смотрел ими, но чтобы украшал их целомудрием. И руки дал не для того, чтобы ты наносил удары, но чтобы подавал милостыню. Как же ты говоришь, уста наши при нас, когда ты делаешь их орудиями греха, прелюбодеяния, нечистоты. Кто нам, Господин, где будет? О дьявольское слово, о бесовская душа, не видишь ли ты, человек, как вся тварь возвещает силу, премудрость, попечение и промышление твоего Владыки, как твое тело, душа, жизнь, видимое, невидимое, и почти все возглашает и проповедует могущество Создателя, и ты говоришь, кто нам, Господин, это слова безумия, иступления, душевного развращения, отсюда бесчисленное множество зол. Такие люди говорят, кто нам, Господин, кто будет господствовать над нами, а другие, хотя исповедуют Господа, но отвергают учения о суде и наказании, приобретают себе закраски удовольствия и великие мучения, и желая успокоить себя забвением о гиене, незаметно через такое бесстрашие взвергают себя в бездну погибели. Поэтому увещаваю тебя помнить о гиене и беседовать о ней, и таким благоприличным образом украшать свою душу, потому что много бывает пользы от такой беседы. Не напрасно Бог угрожает нам гиенную и через это делает ее несомненную, но чтобы страхом сделать нас лучшими. Потому и дьявол старается употреблять все меры, чтобы истребить память о гиене. Итак, не забывай о ней, не говори, для чего мне огорчать себя безвременно, разве это огорчение безвременно? Оно будет безвременным тогда, когда ты будешь мучиться в гиене. Здесь время сокрушения, а не там. Это доказывает богач, живший при лазере, которому бесчисленные страдания не принесли никакой пользы. А если бы он сокрушался благовременно, то не потерпел бы того, что потерпел. Ради страдания нищих и воздыхания бедных ныне восстану, говорит Господь, поставлю в безопасности того, кого уловить хотят. Стих 6, Салом 11. Другой переводчик говорит, устрою явное, посмотри, какова сила смиренно-мудрия, сила нищих, а под нищими я разумею сокрушенных сердцем. Здесь заступление Божие за их страдания. Пророк не говорит здесь о жизни их, о добродетелях, но страданиях их, говорит, преклоняют Бога и побуждают к наказанию и отмщению. Вот что значит мужественно переносить обиды. Вот как Бог печется о несправедливо обижаемых. Несчастье и страдание служат для них величайшую защитую, велика сила воздыхания, она призывает высшую помощь. Страшитесь вы, которые обижаете бедных. Вы имеете власть, богатство, деньги, благослонность судей, но они имеют оружие, которое сильнее всего воздыхания, слезы и терпения обид, чем и привлекают себе помощь небесную. Это оружие разрушало домы, не испровергало основания, уничтожало города, потопляло целые народы, я разумею воздыхание несправедливо обижаемых. Сам бог презирает на их благодушие, когда они, испытывая страдания, не произносят ни одного худого слова, но только воздыхают и оплакивают собственные бедствия. Смело, открыто и явно говорит, буду защищать их так, чтобы узнали все. Но разве он когда-нибудь спасает неявно? Иногда и неявно, а тайно, потому что он не нуждается в славе человеческой. Теперь же, когда враги очевидно нападали на них, оскорбляли и бесчестили их, как бы не имеющих бога своим помощником, дабы и сами враги вразумились и сделали лучшими, на опыте узнал помощь Господа, я устрою, говорит, спасение их явно. Слова Господни, слова чистые, серебро очищенное от земли в горниле, семь раз переплавленное, стих 7, салом 11. Видишь ли, как пророк образом вещества выражает неложность, истинность Божию, как серебро расплавленное, разжженное и подвергавшееся этому неоднократно, бывает свободно от всякого постороннего вещества после тщательного очищения, так и изречение Божественное. Ты, Господи, сохранишь их, соблюдешь от рода сего вовек. Повсюду ходят нечестивые, когда ничтожные из сынов человеческих возвысились, стихи 8, 9, столом 11. Другой переводчик говорит, будут ходить, третий, вокруг нечестивых будут ходить, по высоте по ей умножил, умножились сыны человеческие, другой, когда возвысятся низкие из сынов человеческих, третий, по высоте сделавшись малоценными для сынов человеческих, в еврейском Харм Золло Левни Адам Ты, Господи, сохранишь и соблюдешь. Смотри, как он часто или лучше постоянно прибегает к Богу и от него ищет помощи, потому что эта помощь всесильна и не ограничивается никаким временем. Мы говорим, говорит, не имеем нужды ни в чем человеческом. Ты сохраняешь нас непрестанно. Что значит окрест нечестивые ходят? По переводу семидесяти толковников нужно разуметь так. Хотя бы нечестивые окружили нас, мы ничего не потерпим, потому что Ты сохраняешь нас, возвышаешь и делаешь славными. По другому переводу нужно разуметь так. Нечестивые удалятся, когда Ты возвысишь уничиженных сынов человеческих. То есть, когда нас, почитаемых презренными и низкими, Ты прославишь, удалишь их и отгонишь. Что значит по высоте Твоей? Иначе сказать, Ты сделал подобный Тебе, сколько возможно для человека быть подобным Тебе. Сотворим человека, сказал Господь, по образу нашему и по подобию. Бытие 1.26. Что он на небе, то мы на земле, и как на небе нет никого выше его, так на земле нет существа, подобного человеку по достоинству. Да будете подобны Отцу вашему, который на небесах. Матфея 5.45.48. Даже имя свое он сообщил нам. Я сказал, вы боги и сыны Всевышнего, все вы. Салом 81.6. И еще Я поставил тебя богом фараону. Исход 7.1. Он сделал человека даже создателем телесного и бескелесного. Так Моисей притворил одну стихию, а другие другие стихии. Нам же он повелел созидать самих себя в храм ему. Хотя ты не созидаешь небо, но созидаешь храм Богу, и самое небо славно, потому что в нем обитает Бог. Тем более мы через Христа с ним воскресил, говорит апостол, и посадил на небесах. Ифесянам 2.6. Он дал нам власть творить больше, нежели он сам творил. Дела, которые я творю, и вы сотворите, и больше стих сотворите. Иоанна 14.12. И в Ветхом Завете один изменил течение моря, исход 14.21. Другой удержал солнце и повелел остановиться луне, Иисуса Навина 10.13. Третий возвратил назад солнечные лучи, 4.1. 20.11. Отроки в печи удержали силу огненной стихии, и неистовый пламень бездействовал и стонал как связанный Даниила 3.23. И звери умели почитать друзей Божиих, и несмотря намучившие их голод, оставались благоразумными Даниила 6.22. Да постоятся чревоугодники такого воздержания зверей. Львы увидели Даниила и сделались благоразумными, а мы, видя Сына Божия, грядущим к нам, не делаемся благоразумными. Они решились лучше умереть с голоду, нежели коснуться тела святого, а мы, видя Христа обнаженным и изнемогающим от голода, не уделяем даже от избытков своих, но, живя в изобилии, презираем святых. Другому другу Божию земля произрастила из собственных недр свои дары с таким плодородием, с каким прежде не произращало никогда. И Ола 42.10. И удивительно ли, что они сами были почитаемы, когда их одежды и тени были страшны для бесов смерти и болезни. Диане 5.15-19-12. Даже ангелы уважали таких людей и оказывали им особенную честь. Бытие 18.5-19-3. И как могли они не уважать тех, кому оказывал честь сам Господь? Это было и в Ветхом, и в Новом Завете. Потому пророк и говорит, по высоте Твоей умножились цены человеческие. Итак, представляя величие этой чести, будем воздавать ему за нее достойным образом, чтобы преимущество чести не служило для нас поводом к наказанию, которого доизбавимся все мы, как учащие этому, так и учащиеся во Христе Иисусе Господе нашим, которому подобает всякая слава, честь и поклонение во веки веков Аминь. Продолжение следует...